Всем привет дорогие друзья! Сегодня в данном видеоролике я бы хотел с вами поделиться сразу тремя интересными новостями в одном видеоролике. Поэтому досмотрите это видео до конца, чтобы оставаться в курсе самых важных событий, которые касаются Польши. А мы начинаем, поехали! И первая новость касается компенсации за аренду жилья от Красного Креста. Как вы знаете, в Польше существует такая программа и вчера также мы говорили о ней в отдельном видеоролике, что в Польше правительство Польши платит по 40 злотых в день за каждого беженца, которого у себя дома приютил владелец жиля поляк. То есть по 40 злотых и вчера я рассказал видеоролике, что эту помощь подлили для отдельных категорий лиц и теперь можно ее получать даже свыше 120 дней. Так вот, если вы не знали, то в Украине также существует такая программа и также вы можете найти эту информацию, что Красный Крест также софинансирует за то, что вы приютили у себя беженца на территории Украины. Так вот, если вы у себя приютили беженца со статусом ВПЛ, внутренне перемещенное лицо, то в таком случае вы имеете право на эту денежную компенсацию. Так вот, размер такого пособия составляет 14 гривен 77 копеек в сутки за одного человека. То есть суммарно за месяц получается 450 гривен это за одного человека. И в соответствии, если вы приютили 2-3 человека, то умножайте на соответствующее число. Поэтому, чтобы подать такое заявление, я оставлю ссылку в описании под видео. Также можете найти эту информацию на сайте PrivatBank, так как все выплаты происходят через систему PrivatMoney. Вы регистрируете свое жилье, вы идете в органы местного самоуправления, подаете заявление и после оно рассматривается и деньги выплачиваются на систему PrivatMoney. Поэтому ссылку оставлю в описании под видео. Если вам это будет интересно, то можете регистрироваться. Вторая новость это рост числа заражений в Польше. Так вот, на этой неделе Министерство здравоохранения Польши опубликовало отчет, на котором видно, что на этой неделе наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. Возможно, большинство людей уже и забыли, что такое коронавирус, так как сейчас есть другие проблемы. Но на данной неделе, в период с 23 по 29 июня, в Польше наблюдалось это 2600 количество заболевших. Это в два раза больше, чем было на прошлой неделе. И также такой рост наблюдается и в других странах Европейского Союза. В связи с этим Европейский Центр профилактики заболеваемости рекомендует странам Европейского Союза быть осторожными, а также прививаться. Что же эта новость может говорить для нас? Это может означать тот факт, что далее количество заражений будет только увеличиваться и нас могут ожидать опять же какие-то ограничения, связанные с коронавирусом. Поэтому вы опять же должны быть к этому готовы, если уже сейчас тенденция идет вверх. И последняя интересная новость это поправки к закону о помощи для иностранцев подпишет президент Польши. Так вот на сайте Министерства семьи и социальной политики сообщается, что поправки в закон о помощи для иностранцев в связи с вооруженным конфликтом подпишет президент Польши. Ранее мы говорили с вами, какие сюда могут войти изменения. Так что по сути на этом останавливаться не будем. Пройдемся только на самых основных моментах, которые я бы хотел выделить из этой поправки. Так вот самое главное, о чем мы с вами поговорим, это конечно же про работу. Так вот хотят внести ряд изменений, связанных с трудоустройством иностранцев в Польше. Одно из таких важных изменений это конечно же тот факт, что работодатель должен подать уведомление на работника в течение 14 дней. И даже если он не успел сделать это в это время, то он может сделать это позже. Но что очень важно, что теперь нету приглашений. Как вы понимаете, сейчас вы работаете без них. Работодатель только подает уведомления. Но также, что очень интересно с этими уведомлениями, целью такого уведомления является тот факт, что работодатель обязан предоставить иностранцу условия не хуже, чем он указал в этом уведомлении. То есть это обязывает работодателя предоставить работнику условия труда, а также оплату не меньше и не хуже, чем он подает это в своем уведомлении. Поэтому это дополнительный защитный механизм, который будет для иностранца. А также данный закон и данные поправки расширяют перечень возможностей для иностранца, чтобы выходить на польский рынок труда и повышать свой уровень. Это опять же связано с курсами польского языка, изучение польского языка. Сейчас планируется это сделать курсы для медработников, для людей, которые планируют работать в медицинском направлении. У них будет специальный курс по изучению польского. Также планируют сделать курс польского. Это для безработных и тех людей, кто сейчас занимается поиском работы. Это опять же те направления, которые дадут возможность иностранцу выйти на польский рынок труда и иметь выше ценность на этом рынке. А также еще одна интересная поправка, которую внесли буквально недавно, это возможность выезда для иностранцев за пределы Польши на срок более чем 30 дней. Так вот напомню, что до внесения поправок иностранцы могли покидать территорию Польши на срок, не превышающий 30 дней. Если они превышают этот срок, то они теряют свой статус УКР, теряют право на пособие. Так вот, сейчас планируют расширить эту возможность, чтобы можно было выезжать на более длительный срок, но опять же это с целью командировки. Поэтому пока что непонятно, как именно будет работать эта поправка, как будут смотреть за тем командировка это или просто выезд за пределы Польши. Но опять же посмотрим, когда президент Польши подпишет эти поправки и мы уже будем более детально все знать. Но в любом случае есть такие предложения, есть такие изменения и в любом случае они направлены на улучшение нахождения беженцев на территории Польши, что конечно же не может не радовать. Ну что же друзья, если у вас остались вопросы, то внизу в описании под видео, либо как всегда в телеграм-группе вы можете задавать свои вопросы. А также внизу в описании под видео вы найдете много интересных ссылок. Работа в Польше, вакансии постоянно обновляются, YouTube канал по изучению польского языка для детей, а также бесплатные переводы денег из Европы в Украину. По моей ссылке вы получаете бесплатные переводы абсолютно по всем направлениям. Поэтому можете зарегистрироваться уже сейчас, а деньги перевести позже, когда вам это будет нужно. А на этом у меня все, спасибо за просмотр и до встречи на следующих видео. Всем пока!